С обнинским «Квантом» Рязань встречалась совсем недавно в товарищеской игре перед стартом второго круга, и тогда вопрос о победителе был открытым до 73-й минуты. На этот раз в качеле с обнинцами хозяева решили не играть. Они, конечно, проявили разведку боем. Справа получалось острее, и на 29-й минуте Владислав Фасхудинов вывалился один на один с галкипером «Кванта» и шансов ему не оставил. А спустя 10 минут лучший бомбардир «Рязанцев» с пенальти оформил дубль. Тут как бы две стороны медали. Хорошее начало и плохая концовка матча. Пока не пошли замены, игра складывалась под нашу диктовку, все было хорошо. Единственное, как я уже говорил, в завершении не хватает передачки точной. Все рядом, рядом. Вторая половина встречи разделилась на две неравные части. Водоразделом стала 49-я минута, когда Николай Бояркин замкнул прострел с левого фланга и на табло зажегся почти технический футбольный нокаут 3-0. После этого хозяева как-то резко сбавили обороты. Милосердием «Квант» воспользовался сполна. На 65-й расторопней всех на добивание оказался Илья Радьков, а уже в компенсированное время с защитой галкипером в штрафной четко разобрался Максим Байчук. Впрочем, на этом все и завершилось. В итоге 3-2. Неоднозначная победа «Рязанцев». Спасибо Рязани, что после третьего гола выдохнули и дали нам возможность поиграть немножко в футбол. Но лучше пусть так больше не делают, а то мы не наказали, тот другой накажет. После этой победы рязанцы делят первое место в группе с Раменским Сатурном, но плотность вверху турнирной таблицы пока не позволяет выдохнуть. Буквально в спину им дышат и Белгород, и Липецк. Встреча с главными конкурентами еще впереди. Максим Васильев, телекомпания «Город».